Добровольцы. Настоящие герои нашего времени. Ещё в годы пандемии они доказали, что нужны людям. И сегодня, во время проведения специальной военной операции, продолжают помогать тем, кто в этом нуждается. В эфире программа «Про добро». Меня зовут Роман Выстараб. Здравствуйте. И прямо сейчас немного новостей и измерений. Веродобровольческой деятельности. Невиномысский государственный гуманитарно-технический институт регулярно поддерживает защитников нашей Родины и добрым словом, и делом. Студенты всех факультетов и колледжей вновь написали письма нашим бойцам, в которых выразили слова поддержки, веры и благодарности нашим героям. Все письма были отвезены на солдатский привал, организованный в Невиномысске на трассе М-29. Невиномысский государственный гуманитарно-технический институт не остается в стороне, когда кто-то нуждается в помощи. 60 комплектов постельного белья, сшитого студентами, были отправлены жителям Сирии, пострадавшим от мощнейшего землетрясения в феврале 2023 года. И сегодня у меня в гостях Игорь Кочубеев. Игорь Кочубеев, руководитель молодежной казачьей организации Терского казачьего войска Терцы, член общественной палаты Ставропольского края. С начала СВО активно участвует в поддержке мирного населения на Донбассе, проводит просветительскую и образовательную деятельность в школах антрацита, а также оказывает помощь в благоустройстве города. Игорь, начать беседу хотелось бы, конечно, с образовательного марафона Ставрополье и антрацита, правильно? Да. Что это за марафон? Что он из себя представляет? Это наш, можно сказать, социально значимый образовательный проект, который включает с нашей стороны четыре формата деятельности, те лучшие практики, которые мы в системе казачьего кадетского образования опробовали на Ставрополье, мы как раз отвозим нашим уже друзьям, побратимам в антрацитовский район Луганской Народной Республики. И этими лучшими практиками делимся. Мы работаем с образовательными учреждениями, прежде всего со школами, и привозим, например, через пару дней привезем школьникам наш проект, презентации проекта «Мобильный мультимедийный музей истории казачества». Привозим мультимедийное оборудование, это очки виртуальной реальности, и вот тот контент, который нами был создан на протяжении последних двух лет, мы лучшие выдержки, лучшие материалы покажем школьникам. В прошлый месяц, помню, в конце января мы выезжали и показывали спектакль по мотивам сказок терских казаков. В прошлом году на 30 площадках в Ставропольском крае мы этот спектакль опробовали, и вот уже учащиеся восьми школ антрацита и антрацитовского района стали зрителями как раз вот этого спектакля, он назывался «О казаке и его кунаке». То есть как раз-таки это не только там про казаков, это еще и про дружбу, про наш, в общем, такой многонациональный русский мир, в который мы как раз и себе поставили задачу вовлечь именно обычных школьников Луганской Народной Республики. Вот как раз про сказки, вот как появился-то этот проект, идея создания такого. Это получается небольшой театр у вас свой такой, да? Да, это кукольный спектакль, специально совместно с Краевым театром кукол в прошлом году готовили премьеру. У нас есть свои, в общем, именно казаки-энтузиасты, в то же время, да, среди них и, например, несколько человек-профессионалы, несколько человек-любители. И вот такой вот импровизированной, что ли, творческой группой они поставили этот спектакль, и вот уже, видите, из-за предела региона вывезли, вот, довезли до вот наших друзей. Ну, там несколько у вас сказок, насколько я знаю, там несколько сказок про террских казаков, да? Сказок. В прошлом году мы издали книгу, в которой было там более 80 сказок. И уникальность этой книги была в том, что более 100 лет эти сказки не переиздавались. Вот, в этом есть инновация. С другой стороны, конечно, в спектакль вошли две сказки. То есть, получается, там, скажем так, совмещение двух разных сказок, но которые сюжетно близки и позволят нашим зрителям вот как бы больше и проникнуться казачьей культурой и все-таки вникнуть в суть вот именно добрососедства. Здорово. У вас еще есть гуманитарный конвой Ставрополья-Антрациту, где вы ввозите гуманитарную помощь и помогаете в благоустройстве. Вот про вот эту акцию расскажите. Мы понимаем, что несмотря на то, что в антрацитовском районе ЛНР, ну, сейчас, слава богу, таких открытых боевых действий не ведется, тем не менее территория эта по-прежнему, ну, довольно депрессивна. Вот дело в том, что, ну, конечно, материально многие люди нуждаются в социально-экономическом смысле, они гораздо, ну, как бы так, ну, все гораздо печальнее, чем в среднем, например, на территории нашего региона. И мы, привозя разово и гуманитарную помощь, при том еще не только продуктовую, еще и вещевую, мы открываем в антраците центр именно такой вещевой помощи, где люди, которых есть необходимость в этом, эту помощь получают. И, с другой стороны, мы формируем, и вот сейчас у нас в начале апреля будет сформирован первый в этом году такой волонтерский отряд, который пока что на неделю поедет и поучаствует в благоустройстве. Для этого мы закупили необходимое оборудование. Дело в том, что на протяжении, вот, последних, наверное, лет восьми, ввиду вот сложных событий на Донбассе, благоустройство, если и финансировалось, то сугубо, вот, просто на самом, что ни на есть минимуме. И там, конечно, общие территории, парков, просто городские пространства, они действительно нуждаются в том, чтобы, вот, как бы так, где-то быть убранными. Где-то что-то мы планируем, там, даже элементарно вскопать, что-то, где-то что-то починить, какой-то мелкий ремонт. Приобрели два мотоблока для того, чтобы есть, действительно, дети войны на территории антрацитовского района, может быть, помочь даже с перекопкой огородов. Вот, здесь любой труд такой, ну, как-то вот мы помогали благоустройству храма города антрацита. И, как бы, наша задача и желающих с нашей стороны, с нашей территории вывести и показать, что происходит на практически такие вот... На соседних территориях. Да, на соседних территориях. И, в то же время, показать местным жителям, что нам не все равно, что мы готовы соучаствовать в их временных трудностях, да, и вот, как раз и приглашаем их, так вот, в орбиту, в широком смысле, русского мира, да, и, как бы так, именно с дружеским таким посылом, да, и вот с предложением помощи. То есть, получается, благоустройство, то, что, где нет необходимости большого финансирования, можно своими силами помочь, то есть, вы вовлекаетесь. Да, с одной стороны, конечно, я знаю, что силами нашего региона были уже отремонтированы все школы, а их на территории района более 30, знаю, там ремонтируется ДК, конечно, это вот другой вопрос, но есть социальные учреждения, например, стардом антрацитовского района, есть центр такого, именно, приют Аннушка, где дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся. Работаем с этими пространствами, где-то просто общением, где-то совместным трудом, помощью, и, ну, такая наша задача. А как территорию выбираете для благоустройства? Тот же парк, например, запрос от местных, может быть, жителей о помощи? Ну, в прошлом летом мы напрямую работали с жилищными хозяйствами, с ЖЭКами, сейчас уже взаимодействуем напрямую с администрацией, ситуация очень разная, где-то, например, на каких-то территориях есть там дворники, вот, и которые еще и смотрят за общим благоустройством. В этом отношении, ну, конечно, например, там помощь не нужна, а есть территории именно общественные, но за которыми, ну, никто уже давно не следит, и там, конечно, колоссальные заросли. Вот, и в этом отношении, вот, только именно, да, бывает, что местные жители просят, и даже выходят с нами, у нас есть там инвентарь, мы говорим, пожалуйста, становитесь с нами, давайте действительно вашу территорию... С силами и благоустроены, да? Разумеется, потому что именно в этом, как раз-таки, в совместном труде, вот, и рождается такое, и доверие, и дружба. Как часто вы ездите в Антрацит? Так совпало, что казаки Ставрополье с некоторой регулярностью, где-то два раза, раз-два месяца выезжали в Антрацит с 2015 года, еще до того, как, как-то такие, прям, плотные побратимские связи были сформированы, а сейчас регулярно наши команды, бригады, в общем, это, ну, в среднем два раза в месяц. То есть количество, плюс, наверное, волонтеров растет, желающих поучаствовать во всем этом? Да, я к удивлению обнаружил, изначально, когда мы планировали этот проект, именно как такую системную деятельность, ну, была некоторая неуверенность. Хорошо, но разово мы, может быть, кого-то вовлечем. Удивительно, что те, кто уже приехали на несколько дней, привезли ли только гуманитарную помощь, приехали ли только со спектаклем, или, там, неделю поработали над благоустройством территории, более 50% людей, прям, вот, мне звонят, обрывают телефон и говорят, давайте, когда в следующий раз поедем. И удивительно, что, ну, добровольческая деятельность, понятно, она, там, ну, как бы не оплачивается, это все действительно добровольческая деятельность. Мы организуем, в общем-то, только проживание, питание, там, транспортировку, вот, а весь остальной труд, он, для участников проекта, он добровольный. Как вы думаете, насколько важно вот это вот добровольческое движение, какой вклад они вносят, опять же, в развитие, становление того же антрацита, соседей здесь, какая помощь, оказывается? Ну, мне кажется, добрые дела – это всегда такое, скажем так, двойное действие. С одной стороны, есть у доброго дела благополучатель, тот человек, которому становится лучше, теплее, где-то, может быть, сытнее. С другой стороны, и сам человек, отдавая, он приобретает. Вот, и в этом, конечно, удивительная тайна, наверное, сокрыта. И некоторые люди в себе и для себя эту тайну вот в каком-то моменту уже даже подчас в зрелом возрасте обретают. Вот, и вот это удивительно. Вот, действительно, вот, такая природа добрых дел. Игорь, спасибо вам большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что в рамках нашей программы работает акция «Круг добра», где наши гости, волонтеры, представители добровольческой организации могут поделиться друг с другом подарками, тем самым выразив благодарность за ту безвозмездную работу, которую они выполняют. Игорь, вот этот сувенир, здесь кепка и термокружка от нашего предыдущего гостя достается вам. Благодарю. Снак благодарности за ваш труд. Я со своей стороны хотел бы передать следующему вашему гостю две такие книги, которые мы издали совсем недавно. Это книги «Отцов возрождения казачества» на Ставрополье Петра Стефановича Федосова и Вячеслава Васильевича Ходорева. Их уникальность в том, что они в себе включают вот такой весь, наверное, четырех уже вековой опыт существования и жизни казаков на территории Северного Кавказа и в том числе на территории Ставрополя. Здорово. Спасибо. Обязательно передадим. Игорь, еще раз спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в программу. Мы желаем вам удачи, успехов, ну и, конечно же, всего самого хорошего. Спасибо. С Богом. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся. Я желаю всем добра. Субтитры подогнал «Симон»